Max Power Car – старейшее и самое престижное отечественное соревнование в дисциплине Time Attack. Впервые этап чемпионата прошел в 2006 году на подмосковной трассе. И вот спустя 10 лет участники уже испытывают свои кары на Сочи автодроме. В гонках принимают участие все желающие. Главное – постараться быстрее всех проехать один круг по гоночной трассе. Это позволяет избежать очной контактной борьбы, свести риск для жизни и здоровья, а также повреждения автомобилей участников к минимуму. И позволяет приезжать на абсолютно дорожных обычных автомобилях. И на старте очень много действительно мощных машин, которые люди по выходным ездят по дорогам общего пользования. И, собственно говоря, это обеспечивает такую массовость. Классы авто разнообразные – Ford, BMW, Nissan, Audi, Volkswagen. Количественное преимущество было на стороне Porsche. Но особое внимание привлек новенький итальянский Lamborghini Huracan. 610 лошадей под капотом – серьезная заявка на участие в соревновании. Но владелец «Красной ласточки» Юрий Белаев впервые выпускает ее на трек. И в тестовых заездах ему удалось разогнаться только до 268 километров. Первый раз на треке. Мне машина нравится, палатки ее достаточно предсказуемые. В занос она хорошо контролируемо заходит. Единственное, что сейчас у меня тормоза немножко призакончились. Хотя сейчас ход педали нормальный. Так что, может, тормозуха просто перегрелась. Так машина очень нравится. А вот Степан Крумилов – уже опытный пилот. Только в этих соревнованиях участвует уже седьмой год. Его доведенный до ума «Шевроле Корвет Z06» уже не раз занимал первые строчки в разных состязаниях. И сочинская трасса ему тоже подчинилась. Во время тренировок Степану удалось проехать круг за 2 минуты 29 секунд. На Сочинской трассе мы первый раз. Не то, что в этом году, а вообще первый раз. И, грубо говоря, мы с ним успели проехать здесь всего 3 сессии 20-минутных. Но что не помешало нам показать рекорд трассы для кузовных машин, которые, я надеюсь, продержатся хотя бы еще пару месяцев до конца сезона. Обычно все пилоты ускоряются очень сильно к концу сезона. В зачетной серии в классе «Анлимит» от пилоты Смоленска улучшил результат, показав время чуть меньше 2.17. Следующим зрелищным мероприятием на трассе Сочи автодрома станет открытие «Ралли». Оно пройдет с 25 по 26 апреля. Гоночные экипажи также выйдут на дороги общего пользования. Пилоты проедут по маршруту от Старого шоссе до Калинового озера вдоль мыса Видны до Салахаула. Продажа билетов на 11 этап Кубка России уже открыта. Татьяна Коваркова, Дмитрий Даниловский, телекомпания ФКТ.